Молодых помощников приветствовали шефы-строители из госкорпорации «Линкстрой» и подрядных организаций, а также руководители городской администрации. Командирам отряда вручили направление на работу. Ребята здесь уже будут работать шестой год. В этом году их будет где-то около тысячи человек. Мы ждем их, мы надеемся на их силы. Это придаст некий такой, знаете, чего не хватает иногда за наши рутинные, серьезные, тяжелые работы, которые производятся сегодня на всех площадках. Энергии много, много жизни. Я считаю, что ребята, которые приезжают сюда, это то, чего нам иной раз не хватает. Не хватает вот этой, если хотите, живости, не хватает, может быть, ну, какой-то такой молодежный, такого настроя хорошего, боевого. Из них готовятся специалисты, которые смогут потом говорить, что я работал на Олимпиаде, я делал там работу такую-то и такую-то. Это неоценимый опыт, который крайне важен, я считаю, для молодых специалистов, для тех, кто в будущем, так сказать, будет строить нашу страну. Более 900 бойцов студотрядов из средних и высших учебных заведений приехали на летнюю практику в Сочи. Этим летом они примут участие в строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры, благоустройстве территорий спортивных комплексов. Большая группа строотрядовцев будет трудиться на дорожных объектах, включая главную олимпийскую магистраль, совмещенную в автомобильную железную дорогу Адлер-Альпика-Сервис протяженностью почти 50 километров. Это учащийся университетов, путей сообщений, а также Воронежского архитектурно-строительного университета, Московского государственного строительного университета и Йошкаролинского медицинского колледжа. На них именно хотят ощутить и прикоснуться все-таки на завершающем этапе к этим олимпийским играм. Потому что, наверное, да, у них в этом году все-таки вот этим ребятам повезло еще больше. Потому что они увидят уже практически воочию, как это будет выглядеть во время олимпиады. В Сочи студентов обеспечат жильем, питанием, рабочей спецодеждой и обувью, медицинским обслуживанием. На объектах им представят возможность работать по специальности, которую они получают. Добровольцев стройотряда отбирали на конкурсной основе. В путевке на главную стройку страны получили отличники учебы, активисты, спортсмены, а также победители всероссийского конкурса среди строительных отрядов России. Бойцы говорят, в Сочи стремились не столько за деньгами, сколько за опытом. С секретами мастерства здесь делятся лучшие российские специалисты, среди которых строители БАМа. Поколесил по стране немного, и в Владивостоке на севере был, а вот в Сочи первый раз. Впечатления просто шикарные, особенно если учесть, что у нас посидели в горах, там такие пейзажи. Я думаю, у нас самое лучшее место дислокации, ни у кого нет таких красот перед глазами. Очень много ребят именно со строительных факультетов, им в счет практики, в счет будущей работы пригодится. И нам пообщаться с другими регионами, с другими отрядами, что-то дать, что-то взять у них. В этом плюс российский строек. Ну, конечно, чувствуется гордость за то, что строим такой грандиозный объект вообще. Ну, понятно, что когда смотрим телевизор, потом узнаем родные места, это очень приятно. Мы в прошлом году тоже приезжали. Не все, конечно, были на виске, мы были на сану-бавстрейной трассе, отделочники в основном. Ну, здорово, понравилось. Чувствуется, что вложили свои силы в это дело. На молодых помощников строители возлагают большие надежды. Говорят талантливо, которые для любивых студентов, которые провели не одни каникулы в спецовке и на отлично прошли олимпийскую практику, ждут лучшие строительные компании России и других стран. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.